Но других казахстанцев, приехавших из Китая, коронавирус тоже не обнаружили. Накануне из Алматинской инфекционной больницы был выписан 171 пациент. Ранее они находились на карантине. В течение трех дней их обследовали на наличие смертельной инфекции, а также оказали психологическую помощь. Какие еще меры профилактики от COVID-19 проводятся в мегаполисе и за его пределами, знает Дина Женобекова. Сразу после прибытия в аэропорт наших соотечественников, прибывших из Китая, обследовали на наличие симптомов заболевания. В итоге первичных признаков коронавирусной инфекции ни у одного пассажира обнаружено не было. После противоэпидемиологических мер казахстанцев поместили на трехдневный карантин в инфекционную больницу. Во время полета была проведена трехкратная термометрия. То есть наблюдение шло практически с момента посадки на самолет и до высадки на землю. То есть в аэропорту мы встретили дополнительно провели осмотр, анкетирование провели и соответствующая была термометрия. Граждан с симптомами катаральных явлений не было выявлено. Тем не менее первичную сразу обработку ручной уклади провели, обработку багажа провели, всего борта. Все эвакуированные находились под круглосуточным медицинским наблюдением. У них взяли анализы, мазки из носоглотки и кровь на коронавирус. Их сразу отправили в лабораторию научного центра экспертизы. Все образцы показали отрицательный результат. Специально для развозки пациентов по пунктам отбытия Акимат города выделил 14 автобусов. После трехдневной карантинизации всех выписываем с рекомендациями, чтобы на местах за ними наблюдали медицинские работники по месту их жительства. Через 14 дней наблюдения они имеют право выходить на работу или продолжат работу. Наши медики на местах получат определенные выписки, сигналы по тем регионам, куда выезжают некоторые приехавшие и приезжие из КНР. Эвакуированная из Китая Марина Потапова обучается в Нанкинском университете почты и телекоммуникаций. Говорит, что в течение месяца и ее, и других студентов практически не выпускали из общежитий. Но казахстанские студенты твердо верили в то, что государство обеспечит их возврат на родину. Наше посольство, они быстро собрали наши документы, составили списки, разделили нас по группам, помогли купить билеты до Пекина, вернуться сюда. Здесь нас поселили в многопрофильный медицинский центр. И первое, что удивило и обрадовало, это то, что с какой добротой, с каким пониманием к нам здесь отнеслись. Мы реально почувствовали себя, как будто мы попали в семью. На территории инфекционной больницы для пациентов были созданы все необходимые условия. Ежедневно с эвакуированными работали квалифицированные врачи и психологи. Именно в этой больнице и будут содержаться все граждане Казахстана, которых эвакуируют из Китая. Для этого в учреждении выделено семь специальных отделений. В дальнейшем в них прибывших будут обследовать во время карантина. Напомним, 13 февраля в международный аэропорт Алматы прибыл специальный рейс из Китая. Всего на борту было 211 человек. Среди них 171 казахстанец и 40 граждан Кыргызстана, которые позже были доставлены на территорию своей страны.